сериал украинский слуга народа да смотрел конечно для чего он был сделан ну я же я же объясняю в этом сериале упор был на кого сериал же был на русском языке в оригинале упор был на русскоязычного избирателя пошел его на украине больше упор делался именно на них это был очень хорошая работа меня на суржике все говорили дедушка бабушка хотя сами были девушка был учителем директор школы бабушка была учительница биологии химии они говорили на суржике через слово скажем так на русском выставляли там какие-то украинские это как я сейчас в америке вы выросли в кишиневе да я так понимаю а из-за чего приднестровье началось помните то же самое просто копирка я просто еще знаю точно из-за чего оно началось у вас же блять как же его звали то самого первого президента молдовы а как звали вашего первого президента после развала но я помню что он был очень сильно прорумынский все это приднестровье в принципе раскачали потому что он хотел национализировать оружейные склады он хотел национализировать я же говорю он хотел национализировать оружейные склады из-за этого что там все и раскачали потому что эти склады он же в девяносто втором году подписал что это будет передано россии ну то есть связи с развалом союза или премьер там кто-то раскачал тетрадки линейки какие-то властики вот эти вот одни на базарах там вот это вот какой-то не покупали нас ну все-таки 90 и там они покупали нас вот эти то что мы никогда за советский союз не видели жевачка жевачка ручка линейка в бюллетене вот тут поставь да я знаю почему у них не получилось молдавии ничего потому что у нас рядом была румыния и они не учли одного момента когда у нас были открытые границы как бы вот и вот когда они начали портить нам отношения с предестроены когда они вот эту всю фигню это восемь седьмом году я уже была в румынии на перекупке вот это просто прямо мы начали талоны там начали это на питание вот это все когда рухнули эти деньги я уже правда не помню в каком году это когда родитель наш но как-то все это шло вышло к этому а нам приходилось просто подстраиваться под эту жизнь и мы все всей молдавии как ломанулись и в рубы просто и вы как у нас не было то как сказать мы так так чувствовали себя европой скажем так но если у нас не было границ у нас не было не было вис вот это все мы как бы мы мы уже ощущали себя каким-то единым государством для нас нет никаких преград может быть в этом они прокололись что они вот как они в румынии в украину сейчас привезли эти лгбт вот эти все нам жевачки им лгбт кстати пока мы с вами разговаривали первым президентом был мир честный гур а мир чадрук премьер вот они были прорумынскими вот лучинский уже нет первый был прорумынский из-за них раскачка пошла приднестровья очень большая я вспомнил я просто этот момент когда-то читал из любопытства мир чеснегур его грубо говоря и сместили из-за того что он с румынами но перебор уже пошел то есть то там был такой момент менять хотел ну то есть там проскочить по бабкам как-то ну из-за них я имею ввиду раскачка приднестровья мы не воевали вот как допустим как украины свои мои одноклассники мне рассказывали мне как раз были признаны не рассказывали днем они так там командиры дал стрелять туда туда и все стреляли никого не ценится ну как это были пары которые действительно были нацки что да там за но как правило и они сказали как они днем там стреляют стреляют короче они они же не стреляли там ради убийства какого-то а чтобы израсходовать из расходовать снаряды которые ну по большому счету по всей территории соприкосновения так и было единственный момент где действительно были большие столкновения это север приднестровья как раз дети склады там да там серьезные столкновения действительно серьезные ну слушайте я уже не могу все-таки какие-то группировки где-то там сейчас вот слежу там допустим там одни войска там другие там там десантники там вообще морпехи ну короче кажется я не могу об этом судить цельно но я знаю одно что они вечером наши ребята вот буквально через бендерский мост